Книга «Открытым оком», вопрос 382, тема Святая Библия, Римлянам 10.2 «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, как это понимать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин «Ревностный, значит, не сонный, стремящийся к чему-то, есть огонь, Но огонь бывает и чуждый, разожженный не Духом Божиим, и это смертельно опасно» Левитам 10.1 «Надав Иевиу цены Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им» Левитам 16.1 «И говорил Господь Моисея по смерти двух сынов Аароновых, Когда они, приступив, с чуждым огнем перед лицом Господне умерли» 1 Тимофея 6.5 «Пустые споры между людьми, поврежденные ума, чуждыми истинной, Которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких» Эти люди спорливы, привязаны намерто к вере своих предков, Взор их воспламенен против всего, что не вписывается в рамки их веры системы, И эту нечестивую ревность они приписывают Богу, То есть ответственность за этот чуждый огонь взваливают на Бога, Поэтому Бог их истребляет, чтобы не было подделки» Галатам 4.17 «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них» Так ревновали иудеи об исполнении закона, и особенно субботы, не чураясь ничем. «Когда Господь задавал им наводящие вопросы, понятные любому из безбожников, Их совесть не обличала их, ибо была сожжена» Марка 3.4 А им говорит «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. 1 Тимофей 4.2 Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Продолжение следует...